Всем привет! Это канал JustDub. И сейчас топ аниме ужасов 2023 года. У микрофона Виск, текстомонтаж Демнис. Пятое место. Тёмное собрание. Кайтара Гентога привлекает призраков. Два года назад из-за этого пострадал не только сам Кайтара, но и его друг, случайно угодивший в этот инцидент. Страдая чувство вины, Кайтара замкнулся в себе и перестал общаться с людьми. Вытащить его из депрессии смогла только подруга детства Эйко Хадзуки. Она же предложила Кайтара в качестве терапии и тренировки навыков общения заняться репетиторством и привела к нему на занятия свою кузину Яйой Хадзуки. Яйо не просто юная гений. Её духовная конституция такая же, как у Кайтара. А значит, она тоже притягивает духов и прочую нечисть. Но, в отличие от него, она просто жаждет столкнуться с потусторонними силами, а точнее найти призрака, который когда-то забрал её мать. Вот так и получилось, что вместо освоения школьной программы дружная троица посещает места, считающиеся обиталищем призраков, и пытается вступить с ними в контакт. Действие этого аниме происходит через 30 лет после версии 1989 года. Ичиро Уреки — гениальный мальчик, воспитанный дьяволом, и его партнёр Мефисто Третий берут на себя и разбираются с таинственным инцидентом, вызванным дьяволом. Третье место. Спираль. Над маленьким, затерянным между горами и океаном городке, лежит проклятие. Но ни жители, ни главная героиня Кирея Касима не отдают себе в этом отчёт. Первым подозревать, что что-то неладное, начинает молодой человек Кирея Сюета Сайто, который приходит к выводу, что над городом давлеет не призрак и не монстр, а символ. Спираль — загадочная гипнотическая форма мира. Поначалу она проявляется в мелочах — ракушки, завидки растений, водовороты в океане, вихри в небе. Потом её власть растёт, и символ спирали начинает проявляться на телах людей, заводевает мыслями жителей. Безумие распространяется по городу, и жителей постепенно затягивает бесконечный круговорот спирали, из которого нет возврата. Это аниме уже хотели выпустить в прошлом, но не раз переносили, так что надеемся, что в этом году оно всё-таки выйдет. Второе место. Сделай мой день. Заснеженная, покрытая льдом планета Калфуд является домом для драгоценной и богатой энергии руды под названием Сига. На первый взгляд, планета кажется утопией, свободой от преступности, но на самом деле заключённых используют для непосильной добычи полезных ископаемых. Джим, молодой тюремный охранник, спешит на место внезапной аварии на шахте, чтобы найти таинственное существо, нападающее на людей. Первое место. Дзюн Диита. Маньяк. Аниме-адаптация 20 мистических историй от Дзюн Диита. Каждая история уникальна и интересна. Они уже не первый раз были адаптированы. Например, аниме Спираль, о котором мы говорили ранее, тоже его работа. Вот и всё. Если вы хотите больше подобных видео или каких-то других, пишите в комментариях. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео, а если не понравилось, непременно ставьте дизлайк. Подписывайтесь на наши каналы, на Рутюб или Дзен, чтобы точно не пропустить видео, которые на Ютуб могут заблокировать за нарушение авторских прав. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Бусти. На нём все видео выходят в первую очередь, и их точно не заблокируют. Спасибо за просмотр! Всем пока!